друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы если они есть в тексте с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента новая неделя и соответственно мы еще ближе к следующему крайне важному событию для всех финансовых рынков это заседанию американского регулятора она состоится уже на следующей неделе то есть начнется во вторник в среду традиционно по итогам двух дней будем подводить итоги еще две недели назад мы с вами пришли к выводу что сейчас на рынках точно будет жарко непредсказуемо волатильность будет оставаться выше среднего нужно ждать именно а следующий важный триггер и соответственно смотреть на индекс доллара как на тот актив который по-прежнему сохраняет достаточный потенциал для роста друзья сейчас индекс доллара котируется на тех же самых отметках что и во время моего последнего включения для вас 112 пунктов ситуация не изменилась но если мы посмотрим на то как вел себя этот инструмент четверг и пятницу он побывал и на локальных максимумах в районе 114 пунктов потом откатило вот к тем уровням которые мы видим сейчас на чем основана моя убежденность в том что индекс доллара ждут новые максимумы все как и раньше мы следим за фундаментальным фоном в сша и прекрасно понимаем что при тех водных которые есть сейчас у американского регулятора есть достаточно основных причин чтобы также активно повышать ключевую процентную ставку как и раньше то есть напомню что для принятия решения о ужесточении монетарной политики нужно чтобы рынок труда был в хорошем как бы состоянии это действительно так вспомните последний отчет non-farm parallels когда уровень безработицы мы увидели это в цифрах остался на минимальных значениях за все время наблюдения за а статистикой но самый важный индикатор конечно же того что федрезерву нужно вмешиваться в текущую ситуацию это продолжающийся рост базовой инфляции частности базовая инфляция в сша выросла с 6 3 процентов до 6 и 6 процентов это максимум за последние 40 лет и если рассуждать опять же о том что сейчас происходит с ценами в сша то здесь вывод однозначного напрашивается сам о собой если мы видим рост базовой инфляции то есть этот так компонента который не учитывает там цены на продовольственные товары энергоносители значит нужно сделать вывод о том что растут в стоимости все категории товаров инфляция стала самоподдерживающейся и американская экономика оказалась так называемой инфляционной ловушки или по-другому говорят инфляционной спирали логика здесь тоже очень простая инфляционная спираль она может быть следствием того что на рынок труда в сша остается дефицитным с точки зрения предложения и работодатели действительно конкурируют за каждый свободный кадр который на рынке имеется конкурирует каким образом повышая заработные платы если растут заработные платы то бизнесу промышленникам предприятиям приходится компенсировать возросшие издержки через более высокие отпускные цены на производимые товары и оказываемые услуги поэтому повсеместно растет все в стоимости и немного рассуждая опять же на перспективу я все-таки еще сторонник идеи того что рынок нефти концу этого года точно покажет там новые локальные максимумы можно добавить что еще одним риском который навис над американской экономики будет рост не только базовой инфляции но и основного индекса потребительских цен поэтому проблема на мой взгляд серьезная и серьезность этой проблемы сейчас дает возможности американскому регулятору с одной стороны заставляет федрезервы действовать а с другой стороны дает возможность проводить постоянные эксперименты своей экономикой и фрс может это делать потому что если сравнивать состояние американской экономики со другими странами мира то к ней меньше всего претензий стабильные показатели экономического роста даже несмотря на то что американский регулятор уже повысил ставку выше 3 процентов и намерен делать это их дальше и конечно же вот это состояние нормальное стабильное состояние американской экономики сейчас федрезерву дает возможность повысить ставку снова уже четвертый раз подряд на 75 базисных понтов или даже на 100 и смотреть за тем как на все это отреагирует сама американская экономика и рынок до чего фрс это делает для того чтобы чуть-чуть охладить экономику и заставить домохозяйство все-таки притормозить со своей потребительской активности потому что именно высокие показатели потребительской активности сша в том числе и разгоняют показатель и инфляции и на мой взгляд как бы может быть и не совсем объективно это звучало но возможно действительно в наше время нет более действия инструмента борьбы с инфляцией чем корректировка ключевой процентной ставки поэтому друзья я считаю что вот эта база аргументов которые у нас уже накопилось и она достаточно для того чтобы мы верили в рост индекса доллара потому что мы должны понимать что если фрс продолжит повышать процентной ставки он продолжит это делать то ключевая ставка американского регулятора уже концу первого квартала 1023 года перевалит за пять процентов это даже при оптимистичном точнее при скромном оптимистичном сценарии потому что этот сценарий основан на ожидании повышения ставки на 75 байсных пунктов в ноябре на 75 байсных пунктов в декабре и еще на 50-75 байсных пунктов в марте но я уже неоднократно вам говорил друзья что на фоне последнего скачка инфляции есть довольно оправданное мнение скажем что американский регулятор может повысить ставку сразу на 100 байсных пунктов вот уже на следующей неделе я в связи с этим рекомендую вам верить собственно в то что индекс доллара еще обновить локальные максимумы придерживаться длинных позиций и это вера также еще и основана на сохраняющемся росте доходности американских облигаций за два дня моего отсутствия на финансовых рынках десятилетний трежерис прорвались выше четырех процентов сейчас котируется на отметке 4 15 друзья это значение которое доказывает что рынок долго тянется к ключевой ставки американского регулятора нейтральное значение которое находится уже поближе к пяти процентов но не может на этом фоне индекс доллара развить нисходящую динамику поскольку волатильность как я уже отметил значительно я предлагаю вам в таких условиях не распыляться на большое количество торговых инструментов а вот взять для себя за основу несколько из них вот например индекс доллара это один из активов на которой за которым нужно следить европейская валюта тоже валютная пара на мой взгляд она должна быть сейчас в торговом портфеле котировки 09835 мы ждем заседание европейского центрального банка на этой неделе ставку конечно же повысят ключевая ставка вырастет с 1 25 сотых процента до 2 процентов и несмотря на то что многие говорят что и cb в принципе встал на рельсах на дни рельсы с другими центральными банками повышая агрессивно ключевую ставку он все равно будет сильно отставать от того же самого федрезерва и в лучшем случае ставку который мы увидим концу этого года два с половиной процента это будет существенно ниже чем ставка американского регулятора которая может превысить пять процентов экономический фон если сравнивать американскую экономику и с здесь даже не нужно проводить параллели в ес все плохо а в сша более-менее нормально даже последние показатели по инфляции это подтверждают инфляция еврозоне уже 10 процентов по неофициальным данным находится в районе 14 процентов и продолжит дальше расти зависимости от энергоресурсов энергетический кризис который если исходит опять же с повестки средств массовой информации не значит то что эта проблема решена она еще воукнется а в конце этого года и станет причиной еще большего давления на позиции евро сегодня будет много статистики по европейской экономики в 730 поджимать и ждем на данные по производственной активности и активности в сфере услуг ключевых стран и если еврозоны в целом отчеты наверняка разочаруют и я думаю что станут причиной дополнительного давления на европейскую валюту даже если рост евро продолжится до заседания американского регулятора на следующей неделе он вряд ли будет продолжительным и выше при тета силу евро забраться уже точно не будет доллар иена 148 91 дождались мы интервенцию опять же очень много еще пороха пороховниц у банка японии потрачено скорее всего на последнее вмешательство было тоже около 20 25 миллиардов долларов еще в резервах есть 80 тире 110 поэтому ждем дальнейшего снижения пары потому что банк япония судя по всему уже качестве следующей плиты психологической 150 иен за доллар выше вот этой планки уже пускать и и не будет золото 1655 долларов за трое склонцев вот этот инструмент я предлагаю рискнуть сейчас и как минимум до заседания американского регулятора купить все а с целями 1680 тысяч и 700 долларов за тройскую унцию понимаю опять же что довольно странно сейчас покупать золото из-за того что происходит с долларом и на фоне роста доходности американских облигаций но геополитика которая всегда была рядом традиционно оказывает поддержку защитному золоту особенно если речь идет об усилении политической напряженности как это сейчас я думаю что на этом фоне золото в ближайшие дни может неплохо вырасти или хотя бы даже на ожиданиях того что будет дальше на следующей неделе после того как фрс примет решение по ключевой процентной ставки золото долгое время было уже в уцайдерах давайте попробуем сейчас немножко его как бы возвысить надо другими финансовыми активами и параллельно этом фоне попробуем заработать и рынок нефти также я бренд продолжаю держать длинных позициях 90 84 сейчас котировки в качестве позитивного фона для нефти это блок китайской статистики я думаю что после съезда очередного съезда на китайской коммунистической партии не был смысл уже рисовать статистику поэтому мы будем рассчитывать и считать что она отражает реальное положение дел лупы в третьем квартале китайской экономики вырос с 3 и 9 с 3 и 4 процентов а до 3 и 9 промышленное производство прогноз был четыре с половиной процента фактическая цифра 6 и 3 экспорт китая вырос 4 1 процента до 10 7 это статистика которая позволяет нам сделать вывод о все-таки не таком же и значительном влияние к видах ограничений на китайскую экономику и в случае дальнейшего восстановления китая будет соответственно обеспечен спрос на топлива и в условиях дефицитного предложения это может стать причиной еще одной волны активных покупок и бычего ралли под конец этого года друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока